Больше практики и меньше ненужных предметов. Белорусскую систему образования нужно сделать более эффективной, а профессию учителя престижной. Об этом шла речь сегодня во время посещения главой государства Педагогического университета. В этот день один из главных вузов страны отмечает вековой юбилей. Александр Лукашенко побывал в зале редкой книги. Многие издания – настоящие раритеты. Президенту Беларуси показали одну из самых старинных – историю Египта 18 века. Затем глава государства поинтересовался спортивными успехами вуза, побывал в бассейне, а потом в качестве болельщика на волейбольном матче команды университета. Но главная цель визита Александра Лукашенко – прямое общение со студентами и преподавателями. В лекционном зале университета глава государства провел семинар. Президент Беларуси отметил, что сегодня в белорусском образовании существует много проблем, которые в ближайшее время рассмотрят на самом высоком уровне. В вузах должно быть больше практики, систему приема абитуриентов на педагогические специальности нужно изменить, а престиж профессии учителя поднять, причем не только за счет зарплаты. С зарплатой здесь все не решит. Многие факторы влияют на то, что статус наставника сегодня недопустимо низок. Играют свою роль в том числе и современная культура. Вспомните, как много прекрасных книг и фильмов об учителях в школе создавалось в советские годы. Но сейчас писатели, сценаристы, режиссеры предлагают нам совсем других героев, а ведь это формирует общественное мнение не в пользу учителя. И еще один сопутствующий фактор – текучесть кадров. Далеко не все абитуриенты пришли в педагогический вуз, чтобы связать свою жизнь с учительством. Для кого-то это просто получить диплом о высшем образовании. Они отрабатывают положенные два года, а потом уходят из профессии. Перед правительством поставил задачу оптимизировать образование. Оптимизировать. Жесточайшим образом. Мы выделяем огромные средства на образование. Огромные. На социальную сферу уходит почти половину государственного бюджета. И в то же время учителя, врачи, основная масса этой социалки жалуются на то, что у них невысокая заработная плата. Ну а где в образовании будет высокая заработная плата, если у нас на одного работника семеро рядом стоят с ложками? Это ненормально. Разговор президента с будущими педагогами длился три с половиной часа. Главе государства задали 16 вопросов. Темы поднимали разные. От текучки профессиональных кадров до работы в школе с трудными подростками. Общение президента со студентами и преподавателями проходило в режиме прямой трансляции. Видеосигнал из педагогического университета имени Танка шел на семь главных вузов Беларуси. Аудитория более двух с половиной тысяч человек по всей стране. От столицы до Бреста и Могилева. Подробности встречи президента со студентами и преподавателями на информационном канале Панорама.